Каждый год в Самаре по наступлению весны на городских улицах начинается покос травы. Представители служб благоустройства вновь и вновь выходят на участки после каждого всхода сорной травы. Сегодня с самого утра на улице Старозагора слышен шум газонокосилок и триммеров. После установления теплой погоды зазеленели не только деревья. На городских газонах активно растет трава, в том числе и аллергенные растения, такие как амброзия. Удаление вредоносных сорняков выполняется вручную, растения нужно выдергивать с корнем. Их важно ликвидировать, пока не началось цветение и не сформировались семена. Все предприятия приступили уже к работам по покосу. У нас планируется покосу более 670 гектар. Это придорожные газоны, зона озеленения в парках, скверах, бульварах, ну и внутригородские районы на территориях, в которых нет хозяйских субъектов. Во дворах, а также на придомовых территориях, уходом за газонами обязаны заниматься управляющие компании ТСЖ, ЖСК и ТСН. Сейчас только от муниципальных предприятий в покосе участвует порядка 100 сотрудников. К следующей неделе их количество увеличится вдвое. Покос проводят в дневное время, чтобы не создавать неудобства жителям из-за шума косилок. Все сотрудники обеспечены необходимой экипировкой, включая средства защиты глаз. На некоторых газонах высота травы уже превысила 20 сантиметров, а значит, ее необходимо срезать. После покоса высота зелени на этих участках будет не больше 3-5 сантиметров. Скошенную траву оставляют на газонах, чтобы она подсохла, и ее легче было собрать в пакеты и утрамбовать. Сейчас вот кучкует, потом будут вывозить в ночь. Там в мешке ее прессуют и грызут уже в КАМАЗ. А КАМАЗ уже на полюбов вывозят. Как правило, покос травы проходит в несколько этапов на протяжении всего весенне-летнего сезона, а при необходимости и осенью. В следующий раз служба благоустройства вернутся на участок, когда растения вновь достигнут 15-20 сантиметров. Своевременный покос газонной травы не только придает городу опрятный вид, но и значительно облегчает жизнь людям, которые страдают от аллергии. За несоблюдение требований к качеству покоса предусмотрены штрафы. Контроль осуществляет административная комиссия и курирующее муниципальное учреждение дорожное хозяйство. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Продолжение следует...